Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос и, собственно, готов на него ответить. Значит, сначала я бы хотел рассмотреть некоторые моменты, связанные именно с вами. А потом, наверное, постараться ответить вам на вопрос, который вы задаете. Итак, мне очень симпатичен молодой человек, с которым я недавно познакомилась на свадьбе подруг. После события я его нашла в ВКонтакте, через какое-то время набрала смелости и написала. Значит, причетом того, что вы говорите о наборе или набирании вами смелости, для того, чтобы написать человеку, у меня возникает вопрос встречный. Как вы взаимодействовали с мужчиной на свадьбе? Насколько вы активно себя с ним вели? Насколько вы интересны были для него? И как вы себя понимали во взаимодействии с ним? Потому что здесь момент интересен, на мой взгляд, именно тот, что мужчина вам не написал первый. То есть вы познакомились с ним, а как бы написали ему в ВКонтакте вы. Не он сам. И здесь как бы ситуация требует анализа. Либо вы все-таки не понравились ему настолько, как вам хотелось бы. И это вполне нормально. Это может, ну, может такое быть. И дело здесь не столько в вас, сколько может быть в том, что он не свободен. Это тоже важный момент. Потому что если он не свободен, то понятно, что никаких отношений между вами быть не может. Да? Вот. Здесь вот это вот нужно обязательно проанализировать. Почему? Когда вы с ним познакомились на свадьбе, желание написать и найти, появилось у вас, а не у него. Это первое. То есть здесь может быть скрыт такой потенциал для, ну, скажем так, потенциал для корректировки вашего поведения как женщины. То есть модель женского поведения. То есть может быть вы не совсем верно себя ведете по отношению к мужчинам. Может быть вы, ну, продвигаете ту модель поведения, которая вам не подходит, либо ту модель поведения, в которой вы себя чувствуете, ну, не совсем адекватно, не совсем комфортно. Вот. Но другой модели вы не знаете, другой модели поведения вы, ну, по-другому вы не умеете. И если это так, то здесь, конечно, очень важно этот момент выделить. Понимаете, да, я надеюсь, о чем идет речь? То есть я не хочу сказать, что вы обязательно себя как-то неправильно ведете, но тем не менее. Потому что в нашем обществе более нормальным считается, когда мужчина добавляет женщину в контакты, а не она его. Ну, это женщина тоже может добавить, но тем не менее. Тем не менее. Вот. То есть вы же познакомились на свадьбе, значит, вы одна. И в счетом того, что вы говорите, что я набралась смелости и написала, вот, здесь вот нужно анализировать, да? Далее. Далее, собственно, ваша фраза о том, что вы набрались смелости и написали. То есть чего-то боялись, то есть была сверх-сверх мотивация. Я, казалось бы, что может быть проще, да? Ну, напиши человеку, который тебе симпатичен, который тебе интересен. Нет. Вы не могли. Вы набирали смелости. Вот. Это тоже момент. Момент, связанный с, во-первых, тем, почему у вас есть страх, ну или был страх, с чего боялись. Опять же, либо вы считаете, что женщина не должна писать первой, да? Как бы. И все равно пишите, то есть вам неприятно именно это, что вы вынудены писать первой, несмотря на то, что вам этого не хочется. И тогда можно говорить, опять же, о модели поведения вашей. Либо, есть другая страна, что вы просто через, ну, через мерны, через чур замотивированы в том, чтобы молодым человеком этим быть. Ну, или просто быть в отношениях. Вот. Если так, то это, опять же, очень важный момент. Почему? Вы замотивированы с ним быть. Как правило, как правило, если человек стесняется, ну, пытается набраться смелости, да, то он стесняется, а если он стесняется, то он не принимает себя. То есть он стесняется самого себя. И тогда нужно сначала, чтобы вы себя приняли. То есть нельзя вступать в отношения с другими людьми, если вы себя не принимаете. Вот. И тут очень важный момент, на самом деле. Почему вы себя не принимаете? Что мешает вам себя принять? Если, ну, если это актуально. Или кто мешает себя принять? Понимаете? То есть это такие очень важные моменты. Как правило, мешают принять в себя некие посылы, которые идут от родителей. То есть родители, как бы, ну, говорят, знаете, так называемые голоса в голове. Когда родители, как бы, говорят, что, вот, ты не должна писать первой, да, ты не должна быть активной и так далее. То есть будет вот эта вот история, что ты не такая, какой должна быть. Отсюда, как правило, формируется стеснение. И здесь, с одной стороны, необходима работа над вашими качествами, над вашими характеристиками, чертами, вот, чтобы более объективным представлением о себе обладать. И, с другой стороны, разбираться с посылами именно родителей. То есть чего хотят родители, что они говорят, чего они желают. Когда вы руководствуете именно родительскими, ну, триггерами поведения, какую цель преследуете с помощью этого, вот, и так далее. То есть вот именно обо всем этом свидетельствует тот факт, что вы набирались смелости. Ну, вообще, обычно, на бытовом уровне, на бытовом языке, это скромность, да, то есть вот, ну, именно поведение как скромное. Вот. И далеко не всегда это красит человека, любого человека, не только женщину. Вот. Поэтому об этом я рекомендую вам подумать. Так, мы с ним хорошо пообщались, но с этого дня прошла почти неделя. Я теперь жду, когда же он захочет мне написать, но все никак. Так, сейчас. Аноним. Ага. Аноним. Имени вашего. Не знаю. Ага. Почему вы решили, что мужчина сразу вам напишет? Почему вы решили, что мужчина сразу воспримет вас как, ну, женщину? Ну, то есть именно вот как свою женщину. Как возможную женщину. Потенциальную женщину. С чего вы это взяли? Может быть, мужчина подумал, что вы написали ему, и это ничего не значит. Может быть, мужчина подумал, что вы пообщались с ним, и это всего лишь общение. Одного общения мало для того, чтобы как бы привязаться к человеку. И кто знает, какой это мужчина? Кто знает, какой он? Кто знает, что у него за характер? И так далее. Понимаете? Поэтому здесь ваша поспешность, и вместе с этим такая своего рода пассивность, да, по отношению к своей роли в отношениях. Она, конечно, заставляет задуматься о том, почему у вас нету мужчины, не было мужчины на момент встречи с этим, были ли у вас отношения вообще. Потому что, с одной стороны, если ждать, то можно ждать очень долго. Если ждать, то подобное пассивное поведение, оно должно быть обеспечено. То есть, у него должно быть обеспечение. Если подобное пассивное поведение ничем не обеспечено, то это просто пассивное поведение. Обеспечение подобного поведения представляет из себя, ну, например, большое количество мужчин, которые с вами общаются. Активность, то есть, ну, активная жизненная позиция, которая, допустим, проявляется на тех же фотографиях ВКонтакте. Обеспечение пассивной позиции проявляется в уверенности в себе, в легкости общения, да, то есть, в свободе, в гибких личных границах. Вот. Наконец, обеспечение проявляется в максимально соответствующей вам модели поведения женского. А это, как вы сами понимаете, в общем-то, довольно такой момент, который требует серьезной работы. Поэтому безопаснее и эффективнее быть все-таки более активным, если вы не хотите, чтобы на вас обратил внимание только тот, кто, ну, вообще вам не интересен. Да? Вот. То есть, ожидание здесь, оно практически ничем не обоснованное на самом деле. Вот. Абсолютно. Потому что, ну, вы мало знакомых, у вас нет. Ничего общего. Вот еще пока. Мышина к вам не привязан, скорее всего, о симпатии вашей не в курсе и, соответственно, нельзя говорить о том, что он вам напишет, напишет. То есть, вы его не видите сейчас именно как, ну, как, не знаю, как друга, как человека, как социального субъекта. Вы уже видите его исключительно как мужчину. А это неправильно. Он еще не ваш мужчина. И общаться с ним как мужчина и с потенциальным мужчиной нельзя. Знаете? Вот. Вот. Если бы вы нас в сайте знакомых, познакомились бы, да, например, то там, может быть, имело бы смысл то, что вы вот, ну, что, как вы поступаете. А здесь в социальной сети и вконтакте это смысла не имеет. Общение не значит ровным счетом ничего. Вот. То есть, не симпатии, не антипатии, ничего. Мужчина может просто-напросто на вас все равно. Вот. И, опять же, дело может быть не вас, а, ну, просто такая специфика общения. Поэтому, если вы выбрали общение вконтакте, то необходимо общаться с ним. Более активно, взаимодействовать с ним, не тесняться, писать ему, да, может быть, не каждый день. Да, не каждый день. Там, ну, раз в три дня, раз в неделю, например, да. То есть, ничего в этом страшного нет. А если вам кто-то рекомендует, да, что все говорят, не пиши там и так далее. В случае других людей в том, что касается личной жизни, значит не быть субъектом личной жизни. То есть, обычно это так называемый, знаете, родительский комитет. Вот есть такая игра, родительский комитет. Ну, вы сможете о ней прочитать. Ну, как-то самостоятельно, да, в интернете это есть. Но если вкратце, то в родительском комитете субъекты заинтересованы в том, чтобы обсуждать других, ну, вот, в оригинале детей, но это действует и на более, так сказать, взрослых аудиториях. Вот, обсуждать кого угодно, да, кроме себя. Кроме самих себя. То есть, можно иными словами утверждать, что люди в такой игре через других, в данном случае через вас, пытаются как-то реализоваться. За счет вас, продвигая свою позицию. Является ли это чем-то хорошим? Является ли это чем-то правильным? Ну, опять же, решать вам, я не думаю, что вправе, ну, давать оценку этому, на мой взгляд, на мой взгляд, не вправе. Вот. Но решать вам. Этот момент. Дальше. Значит, мы так немножко чуть вперед забежали, да, сейчас. Я понимаю, что у него работа, приходит поздно, на выходные уезжал, друзья, на охоту. Вот это все, это интеллектуализация. То есть, это рационализация, мол, вот я все понимаю, я все понимаю, нет, знаете, если бы хотел написать, то написал бы. Написал бы сразу, независимо от того, когда приходит, и что у него там, какие у него там дела, написал бы. Поэтому не нужно здесь себя обманывать. Вы говорите, не хочется как-то его отпускать. Анонимно. Чтобы человека опустить, нужно, чтобы он был вашим. А человек вашим не был. Он не принадлежал вам, чтобы его отпускать. Понимаете? Вы его сами сделали своим только потому, что он вам понравился. Но он не является вашим никак. Поэтому не нужно мыслить такими категориями. Если вам не хочется его отпускать, то нужно понять, что это сугубо ваше восприятие его. То есть, он вам нужен, этот человек. Вы нуждаетесь в нем. Не он в вас, а вы в нем. И именно поэтому вам не хочется его отпускать. Можно ли считать, что тот факт, что вам не хочется его отпускать, говорит об искреннем отношении ваших к нему? Вряд ли. Вряд ли. Можно ли говорить о том, что то, что вы не хотите его отпускать, свидетельствует о потребности? Ну, я не знаю. Потребности в любви, например. Потребности в том, чтобы не быть одной. Потребности в том, чтобы реализоваться в паре, например. Можно говорить об этом? Можно. Потребности в том, насколько это ваше желание сильно. Потому что именно оно, скорее всего, именно оно движет вами при выстраивании отношений не только с этим молодым человеком, а вообще с любыми молодыми людьми. Вот. Понимаете? Так что здесь вся тонкость, а именно в этом, а именно в этом. Дальше. То, что он вам понравился, это опять же, вы его не знаете. Вы не знаете, какой он. Вы не знаете, что он за человек. И вполне вероятно, что вы его идеализируете. Поэтому вы постарайтесь для себя определить, вы руководствуетесь реальным человеком. Или вы руководствуетесь все-таки тем образом, который вам представился. Который у вас сформировался. Вот. Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Это, на мой взгляд, это очень важно. Дальше. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Пока вы можете с ним взаимодействовать. Писать ему периодически. Как бы, чтобы войти в его жизнь. Чтобы, ну, показывать, что вы нацелены на более серьезное общение. Скажем так. А после, либо вы, ну, после трех-четырех раз, например, вы перестанете ему писать и все-таки подождете. Пока он вам напишет первый. Потому что у человека за это время либо возникнет привязанность, либо нет. Вот. Либо вы пригласите его куда-то. Просто предложите им куда-нибудь сходить вместе. В этом, опять же, нет ничего зазорного, ничего плохого. Вот. Это абсолютно нормально для современной женщины, значит, современного мужчину куда-то пригласить. Вот. И пообщавшись с ним, вы уже поймете, ваш ли этот человек или нет. Понимаете? На мой взгляд, это единственное, что вы можете сделать. Вот. То есть, если при общении не возникнет какой-то привязанности, может быть, да, или там симпатии у него к вам, или так далее, еще одно человек не ваш. И как бы он вам не понравился, как бы сильно он вам не понравился, так далее. Точнее. Опять, у этого нет абсолютно никаких шансов, потому что, ну, не ваш человек, это бывает. Но, по крайней мере, вы будете знать об этом. Вот. По крайней мере, у вас не будет ложных надежд, скажем, скажем. Ну, скажем так. Вот. Значит, ну, по поводу того, что, значит, все мне говорят, что второй раз в самой писательной истории, это вообще родительский комитет, я уже сказал, то, что вы сдаваться не хотите. Ну, это, добавить о времени, это хорошо, но самое главное, чтобы не переносло в некую такую одержимость человека, и чтобы вы не особо верили в то, что вы ему тоже симпатичны, и что вы это чувствуете. то есть, это ваше желание. Может быть, вы правы, а может быть, и нет. И рассчитывать на то, что вы будете правы, ну, я бы сказал, нельзя. Иначе можно разочарование получить, например, если он не свободен. Вот. Так. Так. Проблема в том, что до выходных я в другом городе рассчитываю на соцсеть, можно как-то там на себя вновь обратить внимание. Ну, можно поставить лайк, например, на его фотографию сперва. Если не даст эффекта, то написать. То есть, в остальном, вот, все, как я говорил, вот так, в принципе, и можно делать проблем с этим не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!